Игорь Васильевич Курчатов Мы располагаем огромными природными ресурсами. Много у нас угля, газа, нефти. И добываем мы их почти половину того, что добывает весь мир. Но нужно ли нам так дырявить землю? Источники энергии, на которые природа затратила миллионы лет, не беспредельны. Смотрите, во что мы превращаем нашу землю, которая-то и на землю не стала похожа, а скорее напоминает лунный ландшафт. Но и это не все результаты нашей безумной гонки, нашей гигантомании. Озоновая дыра, парниковый эффект, кислотные дожди, выбросы золы, неизбежные спутники всех видов органического топлива. Курчатов говорил, что если мы не построим электростанции нового поколения, нас ждет экологическая катастрофа. Не прислушайтесь. А ведь сказано это было почти полвека назад. Вот уж поистине не нужны нам пророки в своем Отечестве. Первый ядерный реактор. Сегодня он выглядит странным, напоминающим скорее египетскую пирамиду, чем современный реактор. Атомная энергетика ведет свой счет с 1954 года, когда была построена Обнинская АЭС. По нынешним меркам она лилипуд. Электричества ее едва хватало для освещения городка. Кинохроника сохранила нам исторические кадры становления атомной энергетики этого дитя 20 века. Не улыбайтесь, глядя на робкие, кажущиеся неумелыми действия персонала. Не было опыта обращения с капризным ребенком, не было техники. А это уже современный реактор. Мы видим, как идет загрузка урановых стержней. АЭС не нужны целые железнодорожные составы с топливом, как с тепловым станциям. Тут счет идет на килограммы. Игорь Васильевич мечтал, чтобы кочегары стали людьми в белых халатах, учеными и инженерами. Одна за другой вступали в строй атомной станции. Сегодня АЭС страны вырабатывает 12% всей производимой у нас электроэнергии. Появление большого количества АЭС позволило по-новому построить энергетическую систему страны. Вот что говорил бывший главный диспетчер единой энергетической системы, а ныне заместитель министра энергетики и электрификации СССР Евгений Иванович Петряев. Развитие атомной энергетики в европейской части страны и наличие гидроресурсов, значительных в азиатской части, позволяют нам решить совершенно уникальную проблему. Соединить в единый комплекс гидроэлектростанции Сибири, это Саяно-Шушенская ГЭС, которая вышла на полную мощность, это Красноярская, Братская, Устилимская, Богучанская, которая войдет в этой пятилетке, с атомными электростанциями европейской части страны. И сделать очень выгодное такое сочетание, то есть пиковой мощности Сибири с базовыми мощностями атомных электростанций Европы. Мы считаем, что это даст очень большой народно-хозяйственный эффект. Чернобыль. Наша боль. Наша беда. Но и наше прозрение. Да, мы пионеры мирного использования атома. В пресловутые времена командно-административной системы наша страна всегда стремилась быть первой во всем. И в выплоске стали, добыче нефти и газа, мощности электростанций во всех сферах человеческой деятельности, чтобы продемонстрировать перед всем миром благополучие и величие державы. Мы зачастую зазнавались, недооценивали опасность, которой таит в себе атомная энергия, если к ней относиться безответственно, непрофессионально. Атомная энергия не только великое благо, но и грозные могучие силы, способные и созидать, и разрушать. Устанавливая на АЭС не всегда совершенное оборудование, плохо строя, снизив требования к подготовке персонала, мы пришли к тому, к чему шли. Пришли к Чернобылю. Многое сделано в 35-километровой зоне. И сооружено укрытие, и локализован основной выброс, и успешно работают три блока АЭС. Субтитры создавал DimaTorzok